Здравствуйте! Приветствую вас на канале Горячая Новость. Шиес сегодня. Шиес это восстание. Разговор о Шиесе. Шиес последней новости. Друзья, я давно слышал о Шиесе. В последнее время все больше и больше слышу. О том ужасе, который происходит на нашем с вами севере. Про который забыли наши власти, а вспомнили только тогда, когда им понадобилось вывалить московские отходы. В последние дни приходят важные сообщения, связанные с ситуацией в мятежном Шиесе. Так, еще в конце октября стало известно, что Росгвардия отцепила окрестности населенного пункта. В соседнем поселке Урдома даже были перекрыты дороги, отключено электричество и заглушен интернет. По свидетельствам очевидцев, из Сыктывкара к ним прибыло 30 бойцов ОМОН с полевой кухней. На саму станцию никого не впускали и не выпускали. По сообщениям СМИ, подобные действия преследуют своей целью обеспечения проезда бензовозов, доставляющих топливо на стройплощадку. Более свежее сообщение исходит от местной жительницы Анны Степановой. Из него следует, что против защитников Шиеса началась широкомасштабная кампания с целью принудить их отказаться от своих намерений по защите родной земли от мусорного полигона. Женщина рассказала, что ей позвонил полицейский и сообщил о том, что некое лицо написало на Анну заявление, обвинив ее в восстановлении несовершеннолетних детей без присмотра. Последняя рассматривает этот акт как попытку устрашения. Та же самая полиция уже неоднократно пыталась выведать у нее информацию на предмет того, чем питаются и на какие средства содержатся детки. Спустя несколько часов канал Спец выложил видео, на котором видно, как сотрудники МВД вместе со следователем остановили автомобиль, в котором находились трое активисток Анна Степанова, Анна Шикалова, Светлана Бабенко. Как оказалось, на них поступило анонимное заявление от некого гражданина о том, что в салоне авто может находиться запрещенная литература. При этом заява появилась еще вчера, а женщины наняли водителя данной машины для поездки в Катлас всего несколько часов назад. В итоге вся процедура составления протокола и досмотра заняла больше часа. Феномен ШСа на своем канале прокомментировал блогер-коммунист Николай Бондаренко. По его мнению, он представляет из себя качественно новую стадию организации гражданского общества для современной России. Это не пикет, не митинг и даже не забастовка, а организованная по принципу максимальной сознательности каждого участника своеобразная коммуна. Люди изменили привычный ход своей жизни, забросив все и поехав в функционирующий на постоянной основе лагерь. Все решения там принимает коллективный орган управления и поддержка им приходит уже со всех уголков страны. И все это свидетельствует о том, что их борьба обречена на победу. Даже тот факт, что стройка на сегодня заморожена, представляет из себя уникальный успех. При всем этом решение вопроса московского мусора является одной из стратегических проблем нашей страны. Однако, почему же местом для скандальной стройки был выбран именно русский север? Видимо, власть подумала, что вдали от цивилизации, в тайге, в болотах, народу будет сложнее вести противостояние за экологию. Однако здесь мусорные короли просчитались. Ведь против них выступили самые мужественные и достойные представители Приморья и других регионов. Настоящие герои, имена которых впишут в учебники истории. Об их борьбе будут слагать легенды. Подписывайтесь, если хотите сразу узнавать о новых публикациях. Оценивайте, если было интересно.